Проверка субтитров А.Семкин национальности в Минске и Минске и Минске и Минске и Минске. Я являюсь кандидатом психологических наук и доцентом кафедры общей психологии и педагогики. Кафедра, которая находится внутри психолого-социального факультета, и в то же время она является общей университетской кафедрой. То есть через нас проходит абсолютно весь поток набора, который есть в медицинском университете. Для примера первый курс мы набрали около трех тысяч. Значит, вот такой поток через нас проходит. Значит, исходя из этого, актуальность как таковая для меня появилась там, когда я на каких-то определенных занятиях в виде практикума случайно предложила своим студентам психологического факультета, клиническим психологам третьего курса, предложила просто пройти тест не интернет-зависимости, а компьютерной зависимости Юрьевой. И исходя из этого, там примерно 50 человек было, сейчас не помню точно сколько, оказалось, что на мой такой вот странный вопрос, четыре человека, которые не испытывают никакой компьютерной на тот момент по этому тесту зависимости, где-то около десяти человек, которые зависимы от компьютерных игр, ну и остальные, вот это вот как раз серединка. Клинические психологи, которые должны вытаскивать, работать с различными проблемами, у меня стал вопрос, собственно говоря, вообще только клинических психологов это как-то касается, или это касается вообще всех факультетов, всех медиков. И я уже тогда, мне было интересно, сейчас просто пока параллельно слайды идут, мне было интересно, и я сама стала рассматривать студентов других факультетов, это первый и второй курс, иногда шестой, так, и стала просить своих коллег исследовать на практических занятиях, и в соответствии с этими исследованиями мы стали рассматривать психологические особенности молодежной среды, именно студенческой среде. И так как, когда я впервые вообще с этим столкнулась, так как компьютер захватывает всю нашу жизнь, вообще все, что происходит, в этом встает вопрос смысл вообще жизни без компьютеров, и есть ли этот смысл у студентов-медиков, то есть тех, которые будут в дальнейшем лечить людей. Исходя из этого, исходя из исследований, просто пока так я назвала именно психологические особенности, мы можем говорить о том, что выборка поделилась, и на основе в дальнейшем, скажу, как раз теста интернет-зависимости и компьютерной зависимости Юрьевой, была определена выборка полностью интернет-зависимых и компьютерно-зависимых людей. Значит, выделились те люди, которые назывались ролевыми игроками, компьютерными игроками, и мы стали рассматривать, предположение было, что компьютерная интернет-зависимость формируется у тех студентов, у которых есть индивидуальные психологические характеристики, под которыми мы понимали определенный тип личности, адаптированности к социуму, но и также я называла это социально-демографически, и мне было очень интересно, потому что никто нигде никогда не изучал эту зависимость, а именно порядок рождения и количество детей в семье. То есть это тот фактор, который, в принципе, с одной стороны, изменить нельзя, но с другой стороны, определенным образом зависимость была выявлена, и можно как бы предположить, что будет дальше у таких детей, к чему они более будут склонными. Значит, экспериментальную группу составили 52 студента, здесь общий такой набор, это и лечфак, и педфак, и часть МБФ, и есть психолого-социальный факультет, очень мало стоматологов, потому что у нас их всего 30 человек набирается на поток, и очень мало фармацевтов. Ну вот основное это медики. Значит, критерием было, конечно же, по опроснику ЧЕН, что это зависимые, то есть в группу, и, соответственно, это люди, имеющие стаж игр более пяти лет, и продолжительность сейчас на данный момент у них была не менее шести часов. То есть как они умудрялись, приходили на лекции и на семинары, ну, достаточно такими невыспавшимися. Контрольная группа составила тех студентов, немногочисленных тоже, которые были независимы не с точки зрения компьютерной зависимости по тесту, не с точки зрения интернет-зависимости. К этим тестам мы добавили социально-психологическую шкалу адаптивности, тест опросник Шмишика, и вот мы получили такие результаты на выборке студентов-медиков. Значит, что мы можем сказать с точки зрения социально-психологической адаптации? То есть по сравнению с группой нормы у компьютерных игроков в большей степени происходит снижение по шкалам адаптации, доминирования, принятия других и эмоциональной комфортности. Это достоверные различия. Значит, то есть можем мы говорить о том, что уровень сам по себе социально-психологической адаптации невысок. Что, в принципе, исследовав мы могли предположить, но также показатели эскапизма, то есть уход от проблемы в группе выше, чем у нормы. Вот здесь вот встает вопрос, почему уход от проблемы выше. Может быть от того, что просто в дальнейшем уже другие варианты, какие-то тестирования предпринимать. Может быть потому, что как голову в песок, да, страус, вот не решение этих проблем, а именно уход. Значит, с точки зрения результатов по опроснику шмишека, у компьютерных игроков, студентов, да, было выявлено гипертимное, застревающее и, прошу прощения, экзальтированное акцентуации. То есть в данной степени они были больше, я очень внимательно слушала на выборке подростков, потому что я еще работаю в школе, мне тоже это интересно, и там я тоже начинаю это исследовать, как в комплексе, и происходит действительно различие вот в этих двух таких возрастных группах. Ну и, наверное, самым интересным будет, как зависит интернет, показатель интернет-зависимости, компьютерной зависимости от того, сколько детей в семье и, соответственно, какой ребенок, единственный, старший, средний, младший и так далее. Так вот, что касается таких установлений, значит, что касается порядка, количество детей в семье, то в семьях с меньшим количеством детей чаще встречаются те дети, которые более неуверены в себе, они стремятся к безукоризненному порядку, и в связи с этим, если особенно это единственный ребенок, они стремятся снять свое напряжение именно с помощью компьютерных игр. То есть единственные дети являются такой группой риска. Что же касается многодетных семей, то здесь мы имеем интересные данные. У средних детей реже всего встречается интернет-зависимое поведение. Именно у средних, чем у старших или младших. Но средние дети, если играют в компьютерные игры, то они в основном это делают для получения расслабляющего эффекта. Младшие и средние дети также, в принципе, могут быть подвержены зависимости, но только те из них, которые отличаются сильной раздражительностью. То есть если есть эта черта характера у них, тогда может быть такой вариант. Старшие дети, как правило, испытывают постоянную потребность признания окружающих, они уверены в себе, оптимистично настроены, а младшие имеют в данном случае такое неустойчивое настроение. Поэтому мы можем говорить о том, что для старших детей, как правило, так же не свойственна интернет-зависимость. Ну и исходя из всего прочего, я думаю, что в принципе это исследование только такое пилотажное, только вот не очень давно началось, поэтому в дальнейшем я думаю, что оно будет продолжено, и вот какие-то другие новые закономерности будут выявлены. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Да, и кстати, всех приглашаю, потому что до 1 марта Пироговка, вы знаете, можно зарегистрироваться в Аковский журнал. Пироговка будет 16 мая в этом году, и до 1 марта можно еще зарегистрировать, отправить тезисы. На самом сайте, либо вы в поисковике набираете Пироговская конференция, статья Баковская, то есть выходит отдельный сборник, который вестник РГМУ еще тогда, старое название. Так что до 1 марта, поэтому завтра, сегодня, пожалуй. Спасибо большое. Да, ну а я хотел сказать, поскольку вы хорошо известны в манерных кругах, и мои сотрудники часто преподают на вашем фокусе. На другой кафедре просто. И, пожалуйста, вопросы. Маленький вопрос. Просто, когда вы говорили о количестве детей в семье, я бы тоже подумала о такой факте, как и просто наличие компьютеров в семье. Все, где хватает компьютеров. Вот, есть такой фактор, потому что если 1-2 компьютера в семье, большинство семьи могут себе позволить, то если там 3-4-5 ребенка, скорее всего, у каждого не будет... То есть они ставят почву. Да, это очень. Спасибо большое. Вопрос был следующий, что если многодетные семьи, могут ли они себе просто позволить эту особенность, что у каждого ребенка компьютер. Вы знаете, вот сейчас работая в школе, я сталкиваюсь с тем, что в основном многодетные семьи, я пока пошкольна, да, они все имеют либо планшеты, либо компьютеры, либо... То есть они очень хорошо в этом плане оснащены технически. Это с одной стороны. Что касается студентов, это немножечко другая такая категория. То есть в основном студенты, сами понимаете, они приходят с планшетами, либо с нетбуками, либо еще с чем-то. То есть у нас аудитория так заполняется, но редко кто действительно пишет. То есть либо фотографируют слайды, либо там, собственно говоря, что-то такое быстренько напечатают себе, либо еще как-то, но основная масса, вот если говоришь им принести что-то, ну как вариант, да, чтобы перед вами был текст, все они приходят вот с планшетами и так далее. То есть, может быть, да, я в принципе согласна, что доля вероятности того, что где-то вот связано это с каким-то оборудованием, есть. Но по большему счету, наверное, здесь немножечко другая такая тенденция. Тенденция сегодняшнего мира. Возможно, что в анкете тогда что-то было, когда у вас появился личный... Да, просто вы заметили, что анкеты как таковой еще не было, это такое... Я думала, что, может быть, это докторское в дальнейшем исследование такое комплексное. Все это мгновенно, да, и доступность компьютера вчера была недоступна, сегодня она доступна, да, и поэтому они все разные, дети в одной семье, да, позорно. Вопрос был следующий. Какое процентное соотношение единственных детей и, соответственно, семей многодетных, и семей, где старше, младше есть ребенок. Значит, что хочу сказать, что единственных детей в процентном соотношении примерно процентов 17. То есть до 20 они даже вот не дотягивали. В основном это многодетные семьи, потому что, так как очень большая квота, у нас 500 человек бюджетных мест на Личфак, у нас, да, это бюджетных, плюс еще примерно столько же платников, то есть 1200, первый курс Личфака. Значит, исходя из этой категории, основная масса – это приезжающие из южных регионов, то есть достаточно обеспеченные люди, дети, если можно так сказать, да, и у них в основном, то есть они все идут как детей, как раз вот их много в семье. И вот поэтому, может быть, так и было выявлено, что как раз градация младше, среднее и старше. Это отдельная история, другая, да, это традиционализм, тот, Кавказа, в отличие от постмодерна, в котором мы живем сейчас. Да. Это не только дружище, разные вещи культуральные, да? Пожалуйста. А еще вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Светлана Валерия. Мы с уникальем уже, кто-то может еще узнать про компьютерные игры и интернет.